Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про омикрон и диабет. В чем опасность вируса при диабете и как же избежать заражения вирусом, то есть как защитить себя. Если рассматривать организм пациента с сахарным диабетом, то в чем опасность высоких сахаров? Высокий уровень сахара крови повреждает эндотелий, внутреннюю выстилку сосудов, из-за чего ухудшается системное кровообращение. Кроме того, когда уровень сахара в крови высок, то кровь становится более густой вязкой, то есть как сахарный сироп, что также ухудшает системное кровообращение. Кроме того, повышенный уровень сахара крови повреждает миелиновые оболочки нервов, то есть негативно влияет на нервную систему и приводит к развитию диабетической полинейропатии. Если рассматривать ковид, в частности штамм омикрон, то это вирус, который тропен к сосудам, то есть повреждает сосуды, который тропен к нервам, как к периферической нервной системе, то есть повреждение периферических нервов из-за этого. Ползание мурашек, чувство того, что горит кожа, изменение ощущений кожи, рук, боли в ногах, изменение абоняндия, изменение вкуса, это все неврологические симптомы ковид, ну и плюс по влиянию на центральную нервную систему, панические атаки, нарушения сна и так далее. То есть вирус, который тропен к сосудам и к нервам. Если у человека при диабете высокий сахар крови, сахар и так, повреждает эндотелий сосудов, ухудшает кровообращение, повреждает миелиновые оболочки нервов. Накладываем сюда вирус, который бьет по тем же самым органам и мишеням и получаем поражение намного выше. Кроме того, как мы знаем, ковид, в частности штамм омикрон, даже при легком течении повышает риски тромбозов. Если сахар и так более высокий, да, при диабете некомпенсированный диабет, и так и так ухудшается реология крови, то есть кровь более густая, более вязкая. То есть риски тромбозов намного выше. Соответственно, если у человека есть диабет и плюсом наложился ковид, то мы обязательно сдаем анализы на свертываемость крови. То есть коагулограмму, дедимер, если мы видим повышение вязкости, то вместе с терапевтом, либо с инфекционистом, с лечащим врачом, тут же вводятся кроворазжижающие препараты. Будь то группа аспирина, будь то и ликвис, ксорелка, фроксипарин и так далее. То есть сильные кроворазжижающие, которые назначаются врачом с дальнейшим контролем свертываемости крови, коагулограммы, дедимера. Кроме того, при диабете обязательно контроль за сахаром, то есть снижение сахара до нормы, дабы не было повреждающего действия высоких сахаров на сосуды, на нервы. Что же делать, чтобы защититься от вируса? Во-первых, это контроль за сахаром крови, то есть нормальный сахар крови для нашего организма, это сахара натощак 5-6 до 7, после еды 7-8 в пределах девятки. Почему девятки? Потому что 10 это так называемая красная линия, то есть тот уровень сахара, который активно повреждает эндотелий сосудов, милиновой оболочки нервов. Не зря сахар 10 называется почечный порог, то есть при сахаре 10 из-за повреждения эндотелия сосудов, в том числе сосудов почек, сахар проникает в мочу и мы видим сахар в моче, хотя его там не должно быть. То есть системное повреждение сосудов, в том числе сосудов почек и видим сахар в моче. То есть компенсированный диабет это сахара менее 10, которые не повреждают сосуды и нервы, это первое. Второе, на здоровье сосудов, то есть мишеней ковида, оказывает очень большое влияние уровень артериального давления и уровень холестерина. Поэтому при диабете мы регулярно измеряем сахар, держим сахар в норме. Регулярно измеряем уровень артериального давления, держим в норме давление. И конечно же, хотя бы раз в год сдаем анализы, смотрим липидный спектр, либо протеиды высокой, низкой плотности 3 глицерина и уровень холестерина держим в норме. Следующий это адекватный водный режим. Друзья, многие из нас пьют недостаточно воды. А ведь вода это поддержание артериального давления, это поддержание нормальной работы печени, почек, это в целом наше здоровье. Поэтому чистую воду между приемами пищи с расчетом 30-40 мл на килограмм идеального веса в сутки мы пьем. Если же у нас снижена функция почек, то количество чистой воды, так же как количество белка, мы обсуждаем с лечащим врачом-нефрологом. Следующий это здоровая полноценная диета. Все-таки строительный материал для клеток нашей иммунной системы, то есть белки, жиры. Строительный материал для наших сосудов, нервов, внутренних органов мы получаем из еды. Что для нас принципиально важно в диете? Для иммунной системы принципиально важен качественный белок, то есть рыбка, курочка, мяско в адекватном количестве нам необходимы. Обязательно важна зелень, петрушка, руккола, укроп, то есть зелень это максимум витаминов, микроэлементов. Качественные жиры, то есть авокадо, оливковое масло, орешки, семечки, понемножку животные жиры, понемножку даже сало нам полезно. То есть качественная полноценная диета. Следующее это витаминки, микроэлементы. Ни для кого не секрет, что на работу иммунной системы прямое влияние оказывает уровень витамина С, витамина А, витамина Д и цинка. Но в чем подводный камень? Подводный камень в том, что при диабете очень часто идет нарушение функции почек или нарушение функции печени. При нарушении в работе внутренних органов метаболизм витаминов меняется, вводятся более низкие дозы. То есть по витаминам тут очень важно А, как работают внутренние органы. Б, насколько усвояемая биодоступная форма витаминов, то есть если мы берем некачественные витамины, тот же самый витамин С взяли. Если он не усваивается, он идет транзитом, выводится через мочевыводящие пути, нарушая работу почек и мочевого пузыря, вплоть до химических циститов. То есть, друзья, по витаминам, дозировку витаминов, форму витамина, то есть какой именно витамин, химическую форму и кратность приема мы подбираем вместе с лечащим врачом. Как дефицит опасен, так и передозировка тоже опасна по витаминкам, по минералам. Следующее, что нам важно, это, конечно же, режим физических нагрузок. Если мы весь день лежим на диване, не выходим из дома, у нас нарушается кровообращение, даже при хорошей диете, даже если у нас с врачом идеально подобраны витамины и микроэлементы. То есть наш системный кровоток, состояние наших сосудов, состояние наших нервов, это регулярные физнагрузки. Мы здесь не говорим про тренажерный зал. Понятно, что не у всех есть возможность, как физическая, так и временная, так и финансовая посещать тренажерный зал. Да и не нужно. Дома проснулись, коврик постелили, сделали гимнастику 10 минут утром-вечером. Достаточно этого. Либо же пошли вокруг дома погуляли полчаса тем шагом, который нам комфортен. И каждый день мы чуть-чуть увеличиваем нагрузку. Кстати, опасность омикрона в том, что до повышения вязкости крови очень часто, даже у детей риски тромбозов. И очень важно при лечении омикрона, если мы все же заболели, регулярные нагрузки, то есть не лежать. Как во время самой инфекции, небольшие нагрузки, небольшие прогулки по дому, небольшая гимнастика. Так и в реабилитации после ковид нагрузки это отдельная тема, это очень важно. То есть друзья, двигаемся, прогулялись вокруг дома, проснулись, уборочку дома сделали, походили гимнастику поделали, с ребенком поиграли. То есть в пределах наших возможностей физиологических понемножечку нагрузку регулярно увеличиваем. И если вдруг вы почувствовали симптомы острова респираторного заболевания, не тяните, не откладывайте, тут же обращайтесь к врачу, тут же сдавайте анализы на маркеры воспаления, CRB, фибриноген, соя, тут же сдавайте анализы на свертываемость крови, на дедимер. Друзья, относитесь к себе внимательно и будьте здоровы!